Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. И сегодня я вам расскажу о новенькой iOS 14.5 Beta 8. Так, друзья, хочу напомнить вам, что у меня есть друг, который помогает законным путем вернуть вложенные средства за донаты в играх по всему миру. Возвраты производятся как в App Store, так и Play Market за период от 60 дней до 540 дней. Есть возможность также помочь тем людям, которые заморозили учетные записи за самостоятельное вмешательство возврата. Поэтому, чтобы избежать таких нелепостей, советую обратиться к данному человеку. Все данные будут в закрепленном комментарии и в описании под видео. Итак, ребята, что же нам представили? Опять вышло минорное обновление, какие-то мелкие баги в системе там поправили, разработчикам виднее. Как бы наглядно я ничего не заметил в седьмой бете. Батарея, в принципе, довольно себя достойно вела. И что нас ждет в восьмой бете, я, конечно же, вам могу рассказать по автономности завтра. Сегодня, ну, хочется что сказать. Мы с вами наглядно ее протестируем, поклацаем, пооткрываем просто какие-то приложения. Посмотрим, как всегда, в разделе батареи, ничего ли не фрезит, как в энергосберегающем режиме, так и без. И, в принципе, можем уже что-то говорить. Поэтому давайте же приступим. Давайте же посмотрим по самому рабочему столу. Ничего у нас тут не фрезит. Пооткрываем через Haptic Touch, у кого 3D Touch. В общем, все в целом работает нормально. Открываем меню. Все открывается. Все доступно. Ничего у нас тут не фрезит. Ну, по тяжелым приложениям. Давайте откроем App Store. Прогружается все нормально, быстро. В ВК зайдем. Все как обычно. Быстренько все прогружается. Никаких нареканий не вижу. Facebook. И да, Facebook точно так же. Ну, вот перейдем в профиль. Инстаграм. Да. Отлично. Все работает. Safari откроем. Все быстро прогружается. Так, игру. Все обычно все так быстро грузится, как и по стандарту. То есть, опять же, мы в нормальном режиме это все смотрим. Сейчас посмотрим, как игрушка сработает. И потом мы с вами протестируем. То есть, фрезит для системы. Ну, тут все нормально. Вот. Перейдем в аккумулятор. Посмотрим 100%. Выйдем обратно. Вот. Ничего не фрезит. Включим энергосберегающий режим. Попереходим по приложениям. Не выгрузились ли они? Нет. Нет. Ничего не повыгружалось. Теперь в энергосберегающем режиме. Здесь сейчас промотаем. То есть, будет ли фрезить? Да, фрезит. На энергосберегающем фрезит. Ну, я вам хочу сказать, что сейчас многие могут сказать, что, конечно же, в энергосберегающем режиме производительность режется. Да, режется. Но, ребята, я тестировал очень много раз на предыдущих версиях. И, как бы, в энергосберегающем режиме у меня здесь в разделе аккумуляторе никогда не фрезило. То есть, при нормальной iOS. Когда она забагована, с какими-то недочетами, она всегда фрезит. А это факт. Итак, друзья, сами видели. В принципе, система довольно-таки нормально себя ведет. Никаких фрезов нет. Нагрева батареи я не заметил. Стоит ли обновляться на V8? Нет. Я вообще никому не советую обновляться на беты-версии. Потому что это грозит тем, что может слететь прошивка. Вне зависимости, какое у вас устройство. У каждого ведет iOS по-разному. На каждых устройствах. Поэтому я не могу ручаться за все. Я говорю за свое. Конкретно я себе установил на iPhone 12. И у меня вот ввела iOS вот так вот. И все. Поэтому я вообще в целом не советую. Потому что с каждой беты, с которой вы перепрыгаете, с одной на вторую, третью и так далее, вы просто собираете ошибки. Все те ошибки, они не сбрасываются. У вас потом телефон начинает греться, на релизе, неважно и так далее. Вы мне говорите, что раньше такого там не было. То вам просто придется сбрасывать настройки к заводским и обратно переустанавливать iOS. То есть таким путем вы почистите кэш, почистите ошибки. И ваш iOS уже будет себя вести довольно-таки производительней и автономней. То есть суть поняли. Беты не устанавливайте. Устанавливайте релиз. И то после того, как вы посмотрите, взвесите все за и против. И только тогда уже можете принимать решение. Подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик. Ставьте ваши пальцы вверх. Оставляйте комментарии. Какая у вас iOS, какой iPhone и какие у вас есть вопросы данной версии. Всем пока!